Есть люди, которые пишут в аэропорту прямо отказ. Отказ от самоизоляции и от ПЦР-теста. Тот райончик, где мы поселились, слегка такой сэнди-бар. Стаунтау. И метро в Грузии очень дешевое. Очень дешевле, дешевле, чем у нас в Украине. Смертельный номер. Калище знаком. Что? Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. В этом видео вы увидите все сразу про Грузию. И жизнь обычных людей, и очень колоритный рынок, и невероятные красоты, и горы Грузии, и Тбилиси, и ночной Тбилиси. Ну, в общем, куча, куча всего. И еще в этом видео будет конкурс, и победитель получит классный рюкзак. Так что поехали смотреть. Обязательно смотрите это видео до конца. Ну, райончик у нас, конечно, да. Тот еще, да. Киеве тоже такие полно районов. Вы знаете, я никогда не думала, что когда я первый раз приеду в Грузию, и первое, что я увижу, это вот такой вот колоритный рынок. Мадлоба – это спасибо, Гамарджоба – это здрасте, да. Это, я не знаю, нам уже повезло или не повезло, но наш отель находился, ну, в двух шагах от этого рынка. Да, удивительно. Пункт приема стеклокара. У нас такого, кажется, уже и нет. Или есть. Будем ходить вставать. У нас дороже. У нас дороже, да. Цену в ларе делите на три – это будет цена в долларах. Ну, такие тверденькие. Персики не очень, да. Так, сейчас кинем такие. Надо успеть. Мы с удивлением обнаружили, что вот цены на этом рынке ниже, чем цены, ну, на такие же продукты, на фрукты, чем в Украине. Но нам потом сказали, что это один из самых дешевых рынков в Тбилиси. ЦРы какие, смотри, прикол какой, да. Спасибо. Здесь тоже, смотри. Спасибо. Арбузы ведь не устрашающие. Здоровые, да. Вы знаете, это счастье, что мы могли наблюдать вот нетуристическое место. Ведь туда туристы обычно не попадают. Туристы бегут смотреть достопримечательности. А вот такой вот колорит, жизнь обычных людей, ну, многих, знаете, это шокирует. Ну, в принципе, рынок самый обычный. Такие рынки есть в любом городе. Просто на нем вы можете почувствовать грузинский колорит. Настоящий грузинский колорит. Какой-то сумасшедший дом, если честно. Сумасшедший дом, да? Сумасшедший дом, да? Это такая, что-то метро и рынок такой. Ага, стихийный такой немножко. А что в бочке интересное? А давай посмотрим. Это декоративное. Это декоративное интересное, да? Ну, наверное, да. Это тара? Да, тары не ехать. А это что? Как-то без спроса. Ну, смотри, как в детстве вот эти тут. Ага. Слушай, тут какая-то кулинария, смотри, какая-то вот фасоль какая-то готовая. Но нам еда не надо пока. Халюка, пеппи! Ну, ничего не понимаем. Ну, она понимает, что мы ничего не будем. Нам, нам. А нам без вертинга. Да, ну вот, наверное, кто выберет. Угу. Тут белые такие у нас, ну, чачат. Может, и чачат. Ну, и чачат. Угу. Знаменит, славится грузы. Навашики, чейнджушки. Угу. Таня, смотри, там рыба плавает. В общем, в таком и заселении с райончиком. Хе-хе-хе. Очень весело. С голоду не умрешь точно. Таня аккуратненько решила попробовать. Это чачат. Это чачат. Это чачат. Это чачат коньяк. Но чаще мы потом будем ставить. Пока не будем. Ну, я на подарок сейчас. Чачат хорош. Только по мне это очень кислое. Труба. У этой женщины мы купили красное сухое вино. Но мне оно показалось, честно говоря, кисловатым. А Наташе понравилось. А мне ничего. Сопирай. А Кайхара, что? Большое спасибо. Пожалуйста. Ну, разберемся. Спасибо вам. Спасибо. Как можно в Грузии не купить картинку? Ларе 50 поставить? Люди курят, заправка не работает. В нашем районе огромное количество вот таких вот стрёмных собаков. Вот их реально очень много. Они мирные, все чипированные, но они какие-то такие неухоженные, так скажем. Очень неухоженные, но чипированные. Как потом выяснилось, эти собаки не только в Тбилиси, их огромное количество по всей Грузии. Вот таких вот бродячих собак, но все они очень культурные, вежливые и чипированные. Культурные и вежливые. Не обижайтесь, чуть ли в Тбилиси, но тот райончик, где мы поселились, слегка такой Зандибар с таунтауэль. Ну вот антураж такой, ну такая прелесть. Не, ну машинки, смотри, неплохие стоят. Ну на Зандибаре тоже много очень даже неплохих машинок. Че? Че ты так про Зандибар? Не, ну подожди, мы едем сейчас на проспет, что это Ростовелли. Да, ну там, я думаю, будет по-другому. Но у нас райончик очень колонитный. Ну и на центре недалеко сколько? Четыре остановки. На метро, да. Пробуем зайти в метро. Ничего не понятно. Надо надеться, что на метро. Ну, наверное, маску на круг здесь. Сейчас наденем. Так. Тыша вот круги. О, какая-то касса. Смотри, слушай, вообще как-то. Здравствуйте. А можно нам, сколько, четыре разовых поездки, да? Или две разовых поездки? Ну, четыре, туда и обратно, наверное. Да, у нас два человека, вот четыре разовых поездки, а нам туда и обратно. А у вас есть карточка? Нет, мы туристы. Мы туристы. Ходы. Сама карточка в метро стоит 2 лари. Нам на нее оформили 4 поездки. Мы взяли одну карточку на двоих. Это важно, так можно. Это так, так можно. Вот. И на этой карточке тоже четыре поездки, которая тоже, одна поездка стоит 50, вот этих, тетра, ну сколько, вот, в общем, 50 местных копеек. Смотри, какая прикольная метро. А потом, что важно, когда вы уезжаете из страны, вы можете эту карточку сдать. Даже если она пустая. Даже если она пустая. И получить за нее 2 лари. 1 лари. 2? 2. 2 лари. Но вообще метро в Грузии очень дешевое. Очень дешевое, да. Дешевле, чем у нас в Украине. Дешевле, чем в Украине. Нам, в принципе, повезло в кавычках. В том смысле, что мы приехали и в Грузии объявили карантин. С завтрашнего дня прекращают работу общественный транспорт. Никакого перечисления остановок. Мэкстейшн. 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 По-английски. Станция Площадь Свободы. Либерти Сквэр. В Нcamо ! Мэкстейшн в Саня. Наша станция называется Исаня. Смотри видишь здесь площадь Свободы, Грессы, Сити ассэмблей . А глубокая станция Метро видишь? Да. Как прилично. Она гористо. Ой ребята этож совсем другое дело. Этож совсем другое дело. Субтитры подогнал «Симон» Ребята, мы пока не понимаем насочение этих предметов, что это такое, я не знаю Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Субтитры подогнал «Симон» 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 Обрывчин такой не слабенький вообще. На сегодняшний день эмоционально как-то Грузия шла. Вау. Грузия первая. Я понимаю, что там пройдет какое-то время, как-то все это уляжется, эмоции улягутся. Вот сейчас вот особенно, что сегодня вот крайний день нашего тут перебывания, вот, и мне просто Грузия там не то, что влюбилась, а просто свихнулась от любви. Вот такой вот обрывчик. Красивенько. А бордюрчики такие символические вообще. Знаешь, в Алмании там могила вдоль дорог, здесь их нет. Нет, ну почему, я шла отмечу. Ну, могил вдоль дорог прямо нет. Что в принципе немножко... С концами. С концами. Придетый ресторан. Когда говоришь, что здесь хорошие генгали. Ну что, девочки, там на улице идут дороги. Я тебя потеряла. Такой вид прекрасный. Что еще вот приятно удивляет в грузинском ресторане, он такой придорожный, с прекрасным видом. Вот тут, говорят, славится этот ресторан хинкали. Что тут очень вкусные хинкали делают. И вот один хинкали, практически вот самый дорогой тут с говядиной, 1,20 лари. Да, и мы еще заказываем себя ассорти из пхали. Это овощная очень вкусная запуска, стоит 9 лари. Наказали ассорти пхали. Пхали, и свеклы, и шпината, и с орешками. Мы были в Киеве, в грузинском ресторане, и не такой острый, как пхали. А здесь острый. Да, в Киеве тоже было вкусно. Но это было вкусно, да. Это более острый. Смотрите, вот это вот наши пиры, кали. Они все с разными начинками. Сейчас мы будем все пробовать. Я предлагаю начать с тех. С местных? Да. Да. Оно вытекает. Ну, так там нужно откусить небольшой кусочек, потом выпить бульончик. Это вкусно. Вкусненький, хороший, классный хинканый, да? Вкусно. Смотрите, а вот это вот другой формы. Они все разные формы. Да, я думала, что они все должны быть обязательно вот такой вот формы. Хотя такие какие-то, как большие вареники. Угу. Бесформенные. Интересно, как с чесноком будет? Могу попробовать. Смертельный номер, хинканый с чесноком. Что? Ну, говори что-нибудь. Ну, только я на это буду смотреть. Ну, немножко странновато. Странновато, да? Ну, чеснок. Чеснок, просто тесто и чеснок, и все, и все. Да. Да? Да. Все. Знаете, Таня до сих пор вспоминает, уже прошло время, мерзкий вкус этого хинкали с чесноком. Вот она забыть не может. Представляете, какое яркое впечатление у тебя осталось? Не, ну, чеснок, с чесноком хинкали был очень гадкий. Ну, вообще, потом наш гид КТ нам объяснил, что хинкали вообще, конечно, лучше брать именно с мясом. Вот именно хинкали настоящие, это хинкали с мясом. А все остальное, это какое-то грубое подобие вареников, и вареники вкуснее. Потому что вот с сыром тоже не очень, вот с чесноком вообще дрянь. Если еда дрянь, мы говорим, что дрянь. Если экскурсия плохая, мы говорим, что она плохая. Мы всегда рассказываем все честно, и дальше будем продолжать так делать. Ну, и если что-то классное, мы действительно говорим, что это классно. Так что, ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и смотрите дальше наши видео. Видео выходит в понедельник и четверг по вечерам. Смотрите, белая и черная арабия. Половина речки темная, половина речки светлая. Вот такое чудо. Причем это не от тени зависит. Трепость называется Аннурия. Аннурия. Крепость вот такие вот, ребята. Церковь из Пенела называется Ананурия. Субтитры создавал DimaTorzok А вон там впереди, видите, пляжик. Можно здесь покупаться. Отсюда мы не покупаемся, конечно. Нет, не нам, а в принципе вообще людям. Шикарнейший пляж, такое место. А вода как? Вода. Даже лежак не есть. Прохладненькая, но хорошо. Ну, комфортная такая. Субтитры создавал DimaTorzok Коралла ходит, как вздумается. Автобусы им не помехали. Есть. Там собака все положит, да? Слушай, а зачем у тебя брови такие? Ты в курсе вообще, что тебе брови подрисовали? Ну, зачем-то произдевались. Ну, да. Изуродовали. Всякинку. Наша группа оказалась богата талантами. 51 человек, и кого там только не было. Отыскался в нашей группе Барт, который просто положил на стане и наповал свои песни про проводницу. Ну, вот, ребята, вы имеете возможность услышать фрагмент. В жизни ты своей тигрица, ты шальная проводница, спилотная проводница, жаль, что ты мне не жена. Всегда грустно, когда путешествие заканчивается, но ни из одной страны мне не хотелось уезжать так мучительно. Вот мне так хочется тут остаться еще хоть на день. Мы полюбили КТ, он действительно вот к нам относился с такой добротой, да, с таким уважением, переживал за нас. То есть каждый кусочек, чтобы мы побольше увидели. КТ, ты нас заставил, не то что заставил, мы полюбились с тобой, вашу страну, Грузию. Думаю, это не последняя наша встреча, что мы будем приезжать и будем туристам рекомендовать. КТ действительно прекрасный гид, мы ему очень благодарны. В общем-то, наш восторг Грузии обоснован еще тем, что именно он все-таки нас по Грузии возил, очень много нам интересного рассказал, он свою страну очень любит, очень много о ней знает. В общем, огромное спасибо КТ. И что говорить? Не знаю. Все остальные в одном отеле, все, кто идут в гостиницу, в одном отеле. И вот в последний день, как это не грустно, но любое путешествие подходит к концу. И у нас так сложилось, что у нас был авиаперелет, ну вот ночью, скажем так, нам нужно было улетать в 6 утра, то есть нужно было, грубо говоря, в аэропорту быть в половине четвертого утра. И поэтому отель мы не бронировали в последнюю ночь. Охранник. Вот еще один охранник. Цена на экскурсии. Мы в этом отеле не живем, но мы вам, ребята, пообещали прямую трансляцию. И вот нам на ресепшн разрешили провести здесь прямую трансляцию, разрешили провести во внутреннем дворике, ну в общем, идут навстречу всячески. Отель называется Тифлис, он находится в центре города, ссылочку оставим под видео. Наташа все говорит очень правильно. Очень душевные, прекрасные девушки тут работают. Спасибо большое. И вы знаете, те люди, которые пишут, что типа грузинского гостеприимства нет, это миф, вы знаете, на протяжении всей поездки мы убеждались в обратном. Грузинское гостеприимство не то, что просто есть, оно иногда просто удивляет. Удивляет расположенность и радушие вот к чужим людям и желание им показать страну, чтобы их страна нам понравилась. Мало того, что нам разрешили здесь провести трансляцию, нам еще предложили включить фонтанчик, нам включили свет, понимаете? И смотрите, какой колоритный дворик грузинский. Вот здесь живет наша группа, но мы улетаем, поэтому мы здесь не живем. И вот несколько часов, которые у нас остались до самолета, мы катались по ночному Тбилиси. Это просто, конечно, потрясающе, незабываемо. И воспоминания просто остаются самые какие-то волшебные. Телебашня, которая высокоит 276 метров. Романтические такие воспоминания. Вы знаете, камера не в полной мере может передать всю эту красоту, которую мы видели. И мы вам советуем обязательно поехать в Грузию и обязательно погулять по ночному Тбилиси. Знаешь, какая мы со мной пришла? Такая странная, да? Есть те страны, в которой не могла бы жить. Вот это Италия и Народорожья. Билый пацан, только у нас ничего нет. Мы улетаем сейчас, понимаешь? Улетаем. Ребята, а теперь, внимание, конкурс. Вот смотрите, какие у нас с Наташей классные рюкзаки. Рюкзаки фирмы Веско Бэкс. Эти рюкзаки, на самом деле, подходят под практически любую рамку лоу-поста, но исключая авиакомпанию Российского Победа. Ну, вообще, как дети в школу. Мы не первый раз разыгрываем эти рюкзаки, и нас в комментариях спрашивали, как долго мы ими пользуемся. Вы знаете, ну, практически в каждое путешествие сейчас я беру этот рюкзак. Вот смотрите, такой маленький рюкзачок. В общем-то, у меня влезли вещи на неделю. Правда, оно всё сложено грамотно, видите, оно всё скручено, чтобы компактненько. Ну, в принципе, влезли вещи на недельку. И уже, наверное, третий год. Третий год? Да, третий год мы ими пользуемся. Третий год мы ими пользуемся. Мало того, я вам больше скажу, я иногда продукты покупаю, хожу в магазин с этим рюкзаком. Потому что, на самом деле, он не очень большой, его можно использовать как городской рюкзак. Он очень многофункциональный и, ну, как на меня, очень удобно и выглядит прилично, скажем так. Симпатично. Я в спортзал хожу с ним в Киеве. И он закрывается, раскрывается как чемодан. А что мне очень нравится ещё, что есть вот такой вот подтайной карманчик к спине. И там у меня на данный момент живут ключи от квартиры. Вообще, туда можно класть деньги, паспорт и всё. И вот кто первый правильно ответит на вопрос, получит этот прекрасный рюкзачок. Внимание, что называется, вопрос. Видео из скольки стран у нас сейчас на канале. На канале блогерши Дуброва Комарова. Маленькая подсказочка. Вы можете зайти на главную страницу канала, в плейлисты и посчитать, сколько стран, не городов, именно стран у нас сейчас на канале. Кто первый, это очень важно. Кто первый правильно ответит, того и будет рюкзак. Так всё, участвуйте в конкурсах, ребята. И у вас будет такой же рюкзачок. Вот такая штучка у вас будет. Если вы всё-таки не победите в конкурсе, не унывайте. Всё равно вы сможете купить этот рюкзак очень выгодно. На самом деле мы оставим ссылочку под видео на сайт VescoBags и вы там можете использовать промокод. Промокод на скидку 10%. Маленькими латинскими Дуброва. Промокод будет в описании под видео. Ссылочка будет в описании под видео. Удачи вам, ребята! И вот мы прилетели в Киев. И украинцам при возвращении из-за границы в обязательном порядке нужно сделать ПЦР-тест. И вот тебе закачивают приложение в телефон, которое называется «В дома». И ты в течение 72 часов должен сделать этот тест. На самом деле абсурднейшее требование. Объясню почему. То есть в течение 72 часов вы спокойно можете перемещаться. В то время, когда мы возвращались, у нас как раз были массовые мероприятия в городе. Ну то есть если бы мы, грубо говоря, были больны коронавирусом, мы бы с легкостью, упадя на это мероприятие, положили бы там пару десятков тысяч человек. Наверное, пожелать. Если ты болен, ты уже положишь там всех вокруг себя. И в течение этих 72 часов нужно сделать этот ПЦР-тест. И потом, значит, оно подгружается в это приложение. И самоизоляция, грубо говоря, снимается. Или сидеть на самоизоляции 10 дней. У меня немножко другая ситуация. У меня стояло на телефоне старое еще приложение. А оно, вы знаете, это приложение, оно в дома, оно недопиленное. Но как, грубо говоря, у нас и приложение ДИА, в котором цифровые документы все украинцы, оно тоже со страшными багами. Короче, оно зависает. Но сейчас не будем. А ДИА сейчас и приложение в дома, которое нужно для того, чтобы снять самоизоляцию. И вот приложение в дома. Нам такое писали в комментариях. Знаете, что происходит? Если вы там нажимаете, даже если вы на самоизоляции, вы можете один час в день выйти на прогулку. И не дай Господь, вы нажмете в этом приложении кнопку «Выйти на прогулку». Вы эту прогулку не остановите потом. Оно будет вам орать, что вы нарушаете самоизоляцию, к вам, возможно, приедет полиция. Ну, в общем, Даня загрузила себе это приложение, но стала отчитывать 72 часа. Ну, я пошла на следующий день и сделала тест. А у меня другая ситуация немножко. У меня стояло старое приложение, которое было тоже дурацкое, которое называлось «Див дома». Ну, и пограничница посмотрела, что оно у меня стоит и попыталась туда, ну, типа, аторизоваться, войти. И приложение ей написало, что превышено количество попыток входа. Хотя я не входила туда ни одного раза, на самом деле. Я его установила и туда не входила. Ну, в общем, она уродовалась, уродовалась, пыталась закачать, пыталась закачать, ничего не выходило. Она его снесла, установила новое приложение в «Дома». Оно у меня не закачивалось ни с мобильным интернетом, ни с Wi-Fi. В результате всего этого приложение не закачивается. И меня послали к пограничнику, так называемая книга обсервации. Я подхожу к пограничнику, у него лежит вот такая вот огромная тетрадь, ну, такой, знаете, «Гроссбук». И он туда шариковой ручкой записывает фамилии, имена и серию, номер паспорта, по-моему. Я это все, значит, меня записали в эту книгу обсервации. Я прошла паспортный контроль, все нормально. Приехала домой, и тут вдруг у меня начало закачиваться это приложение. Видимо, телефон поймал Wi-Fi. Я убрала оттуда геолокацию, и я снесла это приложение вообще. То есть я его удалила. Ну, конечно, 10 дней я немножко напрягалась по поводу того, позвонят мне, не позвонят, полиция, не полиция, поскольку телефон-то мой у них есть. Ну, в общем, короче, ребята, никто не позвонил. А потом я узнала, что, оказывается, постановление Кабинета Министра вносит рекомендательный характер. И есть люди, которые пишут в аэропорту прямо отказ. Отказ от самоизоляции и от ПЦР-теста. Они просят сразу бланк отказа. Называется это по-украински. Дайте мне, будь ласка, видмову. То есть и они пишут отказ, не делают тестов, не сидят на самоизоляции. Потому что, опять же, постановление Кабмина Украинского носит рекомендательный характер. И масса людей сносит приложение. Это мы вам рассказываем открыто, потому что я так сделала не одна. У меня масса знакомых так сделала. Ну, в общем, все как есть, так и рассказывают. Даже с карантинными ограничениями, даже с этими тестами, все равно очень-очень хочется путешествовать. И с вакцинацией. И если, допустим, у нас еще осталось чуток стран, куда можно поехать без вакцинации. Такие страны есть, поэтому, по крайней мере, одну такую страну я знаю. Ну, в общем, очень хочется путешествовать. А у кого нет такой возможности, или кто опасается, у вас есть шикарная возможность смотреть наши видео в понедельник и четверг. И путешествовать вместе с нами. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых волнующих встреч. И ярких вам путешествий. Пока! Пока!